Приветствую вас. Правда заключается в том, что ни вы, ни ваш молодой человек не готовы сделать выбор, не готовы сделать шаг вперёд, не готовы определиться, не готовы рискнуть. Проблема в том, что вы своим молодым человеком, по сути, себя обесцениваете, по сути, себя обманываете. О-БА. Оба. Вы оба себя обманываете. Понимаете? Понимаете? И это, на мой взгляд, первая проблема, которая имеет место быть. Дальше. Я бы хотел отметить, что вы с мужчиной находитесь в отношениях. Уже. Понимаете? Вот. Вы уже находитесь в отношениях. И то, что вы этого не признаёте, на мой взгляд, очень специально. То есть, что вы этого не признаёте, что вы уже в отношениях. Вот. Понимаете? Поэтому здесь, первое, что вам нужно сделать, это признать для себя, что вы уже находитесь в отношениях к мужчине, раз у вас был интим. Потому что друзья друг с другом не спят. Это совершенно очевидно, что друзья друг с другом не спят. Вот. Дальше. Дальше идём. Значит, мужчина ваш, видимо, в силу того, что у вас такая позиция. Вот. Наверное, есть ещё какие-то причина. Вот. Но он боится близости. Ваш мужчина боится близости. К сожалению. Вот. И он будет бояться близости, пока вы ведёте себя вот так, как ведёте. То есть, пока вы делаете то, что делаете. Пока вы чётко сами не определились, что вам нужно, чего вы хотите. Опять же, по опыту я могу сказать, что, как правило, как правило, происходит подобная история только потому, что вы в глубине души боитесь близости. Боитесь отношений. Сами. Вот. Но, возможно, в этом тебе не признаёте. Сейчас цена вся проблема. Значит, вы пишите. Сначала говорите, что мы друзья. Потом, что в ручьбе между парнями девочки нет. Ну, вот это вот и есть, да. Его страх близости. Какая-то симпатия к вам есть, но ответственность брать его не хочет. Говорит, что, в принципе, не хочет отношений, но и одному просыпаться надоело. То есть, от одиночества человек устал, но делать что-то для того, чтобы не быть одиноким, не хочется. Отсюда и проблема. Дальше, он переживает за меня, когда я расстроен, но это, возможно, зависимость от вас, возможно, что-то ещё. То есть, я бы на это, ну, не делал бы ставку, да. То есть, я бы на это не обращал бы внимания, прям, прям, такого, знаете, переживания, его переживания ни о чём не значит абсолютно. Ну, вот. Значит, дальше. Вы пишите. Говорит, что я возвращалась к мужу, а теперь говорит, что я никому не нужна. Вот это, если честно, не совсем понятно, что вы имеете в виду. То есть, как это он говорит, что вы никому не нужны? То есть, о чём это? Вот. Что-то он в контексте всего говорит. Так. Он пытается вас принизить таким образом? Или что? Если он пытается вас так принизить, то... Человека нужно... Поставлять там. И что дальше... Скорее всего, будет только хуже. Дальше, значит, так, если он, соответственно, боится так за вас, ну, переживая, что вы, к примеру, никому будете не нужны, то это уже, конечно, немножко другая история, это уже немножко, немножко другой эпизод. Ааа... Ну, и здесь тоже очень сомнительный момент. Есть. Дальше. Один раз после праздника мы слегка выпились, что-то мы начали разговаривать, что-то мы начали разговаривать. Знаете, вот, Виктория, у вас вот эта вот неопределенность опять. То есть, люди что-то не начинают разговаривать. Люди либо разговаривают, да, либо нет. Так. Вот наша... И он огнял меня сзади, поцеловал щеку, сказал мне просто, друзья, помню. А потом начал просто приставать. Ну... Знаете... Ааа... Как бы, мужчина... Мужчина ображает... Ааа... Вашу... Ааа... Собственную... Ааа... Неопределенность. По факту. Ну, вот, на мой взгляд, как это видится у меня. Ааа... Мужчина отражает вашу собственную неопределенность. То есть, насколько неопределены вы в том, что вам ну... От... Мужчина. И чего вы хотите. Настолько неопределен... Неопределен и он. Потому что он чувствует, что... Вроде бы вы... Ему и не запрещаете. Да? Вроде бы... Вроде бы вы ему и не запрещаете... Ааа... Проявлять как... Ну, какие-то... Ааа... Действия. К себе. Ааа... Но... В то же время... Вы ему и не... Ааа... Не даете... Ааа... Полный как... Катбланш. На... Сближение. Вот. Понимаете? Какая история. И... На мой взгляд... Именно... Вам... Как и сказали мои коллеги... Да? Как сказала моя коллега... Ну, одна из... Коллег. На мой взгляд, именно вам... Нужно определиться с тем... Чего... Чего же вы... Что-таки... Хотите? Что же вам... Что-таки нужно? Вот. И определиться со своей позицией. То есть сейчас... А сейчас... Вот сейчас, именно сейчас... На данный момент... Вы, по сути, жалуетесь нам... Что... Вот мужчина... Вот он... Такой... Непоследовательный... Что он... Вот... Такой... Вот он... Вот он такой... Эээ... Вот я не знаю... Что... Что... Эээ... Мне делать, да? Я не знаю... Как... Дурдом... И так далее. Но на мужчи... На мужчину... На него... Самого... Вы не повлияете. На мужчину. Вот. Потому что, ну... Это... Взрослый человек, как бы... И... С ним бы ничего не сделается. Вот. А... Свою позицию... Вы определить вполне себе можете. Свою позицию. Так... Сделайте это. Определите себя. Определите свою позицию. Определите, что вы хотите. Подумайте, для чего... Для чего вам... Эээ... Вот. Подобная неопределенность. Зачем она вам нужна? Подобная неопределенность. Какую выгоду вы получаете? От этого. От подобной неопределенности. Ведь... Вам же... Тяжело. И я... Я верю... Я верю... Вижу в то, что вам тяжело. Что вам действительно тяжело. Что вам действительно... Эээ... Сложно... Эээ... Находиться в таком вот... Подвешенном состоянии. Вот. Вы говорите. Что... Мы, собственно, не общаемся. С мужчиной. Непонятно, почему вы не общаетесь. То есть, что произошло дальше, вы не описываете. Эээ... Вы говорите, что он начал ко мне приставать. Хорошо. Вы позволили ему к вам пристать? Вы позволили ему довести, скажем так, условно, дело до конца или нет? После чего вы перестали разговаривать? Пытались ли вы с ним... Эээ... Завести... Разговор на эту тему? Эээ... Непонятно. Дальше. Вы пишите. Я не хочу его потерять. Он мой друг и близкий человек. Что значит близкий человек? Непонятно. Друзьями, еще раз повторю, не спят. Вы говорите, что вы не хотите его потерять. Как вас понять? То есть, что именно вы не хотите или боитесь потерять? Для себя, к примеру. Наверняка есть что-то такое. Наверняка есть то-то, чего вы боитесь потерять. Наверняка есть то-то, чего вы опасаетесь. Но очень важно понять, что именно. Очень важно понять, по какой причине вы боитесь потерять человека. Ну, именно вы. Понимаете? Какая история. То есть, на мой взгляд, очень важно это выделить. Какая ваша бодребность не удовлетворена. Удовлетворена. Сейчас. На данный момент. Вот. Понимаете? Вот это. Очень важно понять. Чего вы боитесь потеря... Лешиться? Что вы боитесь потерять? Без чего вы боитесь остаться? Прекрасно. Вы говорите, что он ваш друг? Прекрасно. Что он вам сейчас даёт? Какие у вас, к примеру, есть критерии для друга? То есть, что есть для вас друг? Что есть друг, по вашему мнению? К примеру. Вот. Почему вы позволяете себе, допустим, с другом спать? То есть, это вот очень, очень важная история. Так что, я бы сказал, что дурдом, дурдом, это ваша неопределенность. И ваша неопределенность с чем-то связана. Ну, например. 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 Да? Вот. Допустим. А вы по ряду причин развелись с мужем. У вас от него остался ребёнок от мужа. Что произошло? Почему вы развелись с мужем? Вот. Наверное. 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 Но это были причины. Какие-то. Давайте их разберём. Может быть, именно из-за разговора у вас появилась неуверенность. Понимаете? Так что, здесь только вам решат. У мужчины, у него определённо свои какие-то проблемы, у него определённо свои какие-то переживания, у него свои какие-то противоречия. Но всё это не должно касаться вас. Вот. А вот это касаться. То есть, вы и в нём нуждаетесь, и вы в то же время не можете определить, кто же он для вас. Вот. У мужчины же почему-то есть надежда какая-то, он же почему-то видит в вас женщину. Вот. И давайте выясним, почему он видит в вас женщину. Почему он её в вас видит. Вот. Такая вот история. То, что я могу вам ответить. Ответ. Вот. Происходит то, что каждый из вас не хочет нести ответственность за то, что он делает. Каждый из вас боится рискнуть, боится боли. Вы боитесь боли, Виктория? Если вы боитесь боли, то можно вам помочь её не бояться. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Спасибо за внимание! Удачи!